В Нижнекамских больницах наплыв пациентов. Эпидемии нет, люди хотят предупредить болезни. В городе набирает обороты диспансеризация населения. Если раньше она касалась только работающих, то теперь ее должны пройти все, кому исполнилось 21. Явление было на подъезде. Пришли. Таких сознательных в Нижнекамске оказалось немало. Проводится диспансеризация в два этапа. Первый обязателен для всех. Начнется он с инкетирования. Врач выяснит вредные привычки, предпочтения в еде, уже имеющиеся болячки. Второй этап – это дополнительное обследование. Оно необходимо для уточнения диагноза. В городе все-таки тут и предприятия такие вредные, наверное, следят. Все-таки за здоровьем. Александра Федоровна уверена, на осмотр пришла не зря. Пенсионерка уже убедилась, плановое обследование проводится отнюдь не для галочки. Иногда сомневаешься, там где-то что-то заболело. Но приходишь в поликлинику сюда и советуешься с доктором. Дает лечение. Именно во время диспансеризации у людей на ранней стадии выявляются такие опасные заболевания, как онкология, сахарный диабет и шимическая болезнь сердца. Сегодня самая сложная задача, которая стоит перед врачами – убедить о необходимости обследования. Отдельно обращаются к руководителям, чтобы отпускали сотрудников в поликлинику. По планам на осмотр должны были прийти 22 тысячи нижнекамцев, но цифры пришлось пересмотреть. Объемы диспансеризации увеличены до 44 тысяч, то есть на 21 тысячу 356 человек больше. В медицинских организациях проводится диспансеризация граждан в возрасте 21 года и старше. Это работающие граждане, неработающие граждане и обучающиеся в обращении общеобразовательных организаций. По окончанию обследования пациенту выдается паспорт здоровья с результатами всех исследований. Светлана Салманова, Анастасия Милицкая, Евгений Лызаев, Вести Татарстан, Нижнекамск. Продолжение следует...